Начнем наше собрание. Сейчас произведем перекличку. А деньги сдавать как мы даем? Деньги постно. Деньги сдаем постно. Даже хуже. Да, родительский комитет. Малообеспеченный российский фонд малообеспеченных российских актеров. Приехавший из глубинки. Я, конечно, в состоянии лютого зажима, если так говорить. Потому что вы знаете, что это концерт. Концерт-презентация. Моей книги, которая была написана в состоянии бреда. За три дня. Написана на моем телефоне. Вот так наделано. И, соответственно, я ее сдал. Хотел сдать московское издательство какое-нибудь. Но вот вам для сравнения. Москва попросила за это все мое графоманство 50 тысяч, чтобы его издать. 50. Должна была слеза вот тут пойти и пошла. Не родилось. Да. Ну, а в Екатеринбурге, в моем родном, дорогом, моему сердцу Екатеринбурге, мне напечатали ее бесплатно. Я, да. Езжай в Екатеринбург, Денис. Да. Они мне напечатали ее бесплатно. Но я оплатил услуги корректора, потому что это мне было необходимо. Она немножко так ее утюгом провела. Текст подправила. Да. Ребята, вот кто недавно сдавал ЕГЭ, да? У вас уже нервный дрожь началась при слове ЕГЭ. Да. Кто-то плачет. Да. Слушайте, я бы сейчас его не сдал. В свое время я его сдал на 87. Сколько было красным, подчеркнуто, и зеленым в орденском файле. Это было просто море. Из красного и зеленого. Я не советую вам эту книгу читать. Она была... И после этого все такие, надо прочесть. Это та презентация, слушайте, которая не предполагает наличие книги. Вот у меня есть, мне хватило там. Я пока напечатал 30 экземпляров, и их уже почти нет. Кто хочет, может скачать электронную версию. Вот это, знайте. А когда-то я их допечатаю. Это, блин, дорого. То, что они мне ее издали бесплатно, это не значит, что они будут ее печатать бесплатно. Понимаете, да? То, что они сделали верстку, это одно. Понимаете? Вот. А написано это было за три дня. Написано почему. Это было летом. Сейчас я тут набросал себе список. У нас 36 песен в первом отделении. И... Три во втором. Да-да-да. Ну, посмотрим. На самом деле я написал то, что я хотел бы спеть. И то, что у меня просили. А вот буду ли я это петь сейчас, я не знаю. Так. Обязательно. Так. Так. Вит, привет. Привет. Видно? Нормально? Во втором действии кто-то точно уйдет. И вы пересядете. Тут уже есть люди, которые смотрят на часы, когда это кончится. А давайте начнем с первой главы. И сразу вы поймете объем катастрофы. Она называется... Вы знаете, как книга называется? Она называется «Денья». Меня так называют все мои родные. Особенно мама. Она называет меня «Деня». Это на самом деле очень мощно. Денис... Мне сказали недавно, я был на свадьбе у своего тренера. Кстати, записывайтесь на тренировки. Дмитрий Мещан. Я вас советую. Да. Кому надо, я дам телефон. У него был друг. Его зовут... Он лицо кавказской национальности, но его зовут Денис. Почему-то. Почему-то. Дальчик. И он меня подвел. Мы стояли на теплоходе, к палубе теплохода. Я думал, ну все, сейчас будет резня. Потому что, ну я боюсь. И боюсь воды открытой. Стою там, меня укачивает, шатаюсь. А надо было петь на этом концерте. Я думаю, ну все. Моя последняя песня тут будет спета. Денчик меня берет. Ты знаешь, как на Жене меня переводится. Я говорю... Я даже не знал, что ему ответить. Море. Море. Наше имя переводится море. Так что носи свое имя. Города. А Деня, в этом есть что-то очень мягкое. И в то же время очень сильное. Мне так кажется. Хорошо. Первая глава. Денькин лепит. Вместо предисловий. Деня. Так чаще всего меня зовут мои самые близкие люди. Моя семья. Реже Дениска. Денечка. Денисик. Да, и такое бывало. Меня так называет наша соседка Нина Викторовна. А Денисик приехал? Никогда, Денис. Я люблю свое имя в совокупности с фамилией. Сейчас начнется барабанный друг. С раннего детства я с удовольствием произносил это сочетание. И представлял, как оно будет выгравировано. Выгравировано. На табличке моего памятника. Обязательно в центре Москвы. На Тверской. Там, где сейчас стоит памятник Пушкина. Нет, эти мысли не были фантазиями желторотого мальчуга. С рождения заболевшего звездной болезнью. Это были уверенные, неоспоримые факты будущего. Которые должны были случиться не сегодня, так обязательно завтра. В крайнем случае, послезавтра. Тогда мне было 5-6 лет. Я никогда не был в Москве. Если быть до конца честным, я и сегодня, проходя мимо этого прекрасного памятника, тут должна звучать какая-то сентиментальная мелодия, задумываюсь, мечтаю, вспоминаю ту детскую смелость и безграничную упертость. Тогда я не смог бы ответить, почему мне обязаны поставить памятник. Но за какие такие заслуги? Денег? Как ты собираешься заслужить себе такую честь? Быть отлитым из бронзы, да еще стоять в центре матушки столицы? Ты будешь уникальным поэтом, музыкантом, художником, актером, певцом. Да, это надо было вырезать. Мне было 5 лет. И я был уверен, что просто быть на этом свете – это уже основание для такого желания. Да. Я думаю, моя судьба была сразу предрешена. То, что я свяжу свою жизнь с искусством, было написано на моем лице и на моих руках. Мой дед, доктор юридических наук и профессор Игорь Николаевич, мне рассказывал, что когда он впервые увидел у меня крошечного младенца на руках у моей мамы в окне роддома Верхесецкого района города Екатеринбурга, первое, что ему бросило в глаза – это мои руки. Они показались ему больше всего моего туловища. «Увиденное так потрясло моего деда, что из его уст вырвалась фраза, которую он вспоминает с особым трепетом до сих пор. У него длинные пальцы, как у Паганини. Наверное, он будет скрипачом». Да, скрипачом я, к сожалению, не стал. Хотя, наверное, если бы ноты сложились с определенными обстоятельствами, у меня получилось освоить скрипку от природы, имея абсолютный слух. Это поясняет, и если ты что-то слышишь, ты слышишь это нотами. Какой-то звук или там. Можешь угадать ноту, она звучит, а ты можешь сказать «это до». Да. Это первый яркий эпизод из моего дословесного детства. Когда я уже научился говорить и петь, сказать, начнете, сначала научился петь, потом говорить, я не упускал возможности оказаться на сцене и что-то на ней поизображать. Тогда еще во дворах стояли деревянные эстрады. Вы, наверное, помните, да, такое было? Потом они в одной части почему-то пропали, из всех дворов испарились, так же, как и мое детство. Но тогда, завидев любую эстраду, я сломя голову, бежал к ней, забирался по ступенькам, вставал на середину сцены и представлял, что в моей руке воображаемый микрофон и пел. Пел самозабвенно, отрываясь от земли, уносясь в машине с открытым верхом. Это была песня Любы Успенской «Кабриолет». Это был мой хит, тот шлягер, без которого не могло обойтись ни одно семейное застолье. До сих пор сохранились эти кассеты, где я это пою. Я это не могу слушать без слез. Вообще не могу, меня почему-то накрывает. Не могу. Когда, наверное, вот был эпизод, когда я почувствовал, что детство ушло, знаете, когда? Когда у меня у деда большой ящик и мой архив. Он собирает все. То, что я сейчас уехал в Москву, для него это трагедия личного порядка. Потому что у него нету моих афиш, у него нету моих, у него книги мои нету. Он видит только ленту в ВК и ленту в Фейсбуке. Ну, понятно. Разлука. Что с этим поделаешь? Ну и вот. И у него сохранились вот эти вот кассеты, аудио, на которые он меня записывал. Он меня сажал рядом с собой и меня записывал. Со мной говоря. У него такой очень красивый баритон. Он кубанский казак. Казак. Этим все сказано. И он со мной разговаривал. Ну, пел там. И я что-то пел. И когда я впервые увидел сквозь время эти записи, там написано, Дениска, два с половиной года. Дениска, два с половиной года и два дня. Дениска, понимаете? Вот каждый шаг. Я послушал эту запись, и у меня, я вот отключил ее. Только что-то началось. А когда мы слышим свой голос с детства, мы не можем себя с ним, мы не узнаем себя. Ну, никак не узнаем. Я вообще почти ничего не помню. Своего детства, вот там три года, два. Я знаю людей, которые помнят. Я помню, как я вылезал из мамы. Ну, что это? Ну, я этого не помню. Не помню. Я помню очень странные эпизоды. Но это все время странные эпизоды. Я родился на Урале, я поясняю. Эти эпизоды порой даже нельзя говорить. Да. И когда я услышал свой голос, я понял, что детство кончилось. Вот в этот момент. Почему-то. Понимаете, да? Когда я вижу вот эту пленку, что я остался на этой пленке. Я остался в запыленной кассете. Я остался в этом ящике. Мое детство там осталось. Да, вот с тех пор, давних пор, я и пою по сей день. Тогда я пел чужие песни. Сейчас я пою авторские песни. И вот в этом сборнике я собрал все тексты, написанные за последние 10 лет. Вот. Взгляни на мое ты детство. И все тебе станет ясно. Играл на рояле с керца, надевший колпак бумажный. Как в тюзи давали драму. Как в тюзи давали драму. Сидел, затаив дыхание. Под поезд попала Анна. А театр в мое сознание. Я взрослым стал слишком рано. Спасибо за это папе. Мой папа вернулся с Афгана. Не будем мы грустным. Хватит. И всех, кто платил мне болью, Давно-давно, предавно простил я. Я был окружен любовью. И с детства был самым сильным. Не телом, Не мускульной силой, А силой на кончике пальца. Она в небеса уносила Меня, лицеиста-скитальца. Взгляни на мое ты детство, И больше не будет вопросов. Пляшу в колпаке под скерца И жду, когда стану взрослым. Это стих. Если рассказать о моей семье, Эта встреча, я хочу вот этот папа Из нее убрать, Просто хочется мне высказаться. Наверное. Расскажу о своей семье. Мама и папа в разводе. Папа вернулся с Афгана. Он вернулся до моего рождения. Я в 93-м родился. Мама и папа в разводе. Я просто призываю всех. Не хочу, конечно, к чему призывать, Но я очень хочу, чтобы были семьи полные. Очень хочу. Это трагедия. Когда мама и папа... Получается, да, каждый дает, Каждый соревнуется за любовь. Но в моем случае не так было. Никто не соревновался. Сейчас я знаю. Мы тебе это, мы тебе то, то, все. А давай тебе это, давай тебе это. Тогда было другое время, и денег не было. Да, и я, конечно, очень бы хотел, чтобы у всех были полные семьи. И в то же время, знаете что, вот такая вот сучья актерская доля, профессия. Я это все, что у меня случилось, перевожу в болевую точку. На сцене. Когда я играл «Поймай меня, если сможешь», многие из вас смотрели, Там есть сцена развода родителей. Я, соответственно... Я не могу сказать, что я там ничего не играл. Это плохой знак, когда ты ничего не играешь, ты просто живешь в предлагаемых обстоятельствах. Ну, понимаете, у тебя был развод родителей, у меня такого не было развода. Как там. Это все-таки сцена. Но я всем желаю, кто будет заводить семью, и себе желаю, чтобы у ребенка была и мама, и папа. Это очень важно. Да. Ну, и помню я свое детство вот такое. Мама у меня торговала на рынке, на Чикаловском Екатеринбурге. Я помню себя занавешанным вот этими шубами, куртками. Ну, мама занималась торговлей, и она сейчас занимается бизнесом. Ну, тогда все им этим занимались. Я помню, что моя была задача, это подавать вот эту палку, которую снимали шубы сверху. Это было очень... Ну, понимаете, да, ребят? Это была очень такая, ну, ответственная задача. В перерывах я лузгал семечки. Ну, как понять, лузгал? Я же мне еще никто не объяснил, маме, не было времени, что надо семечки-то открывать. Туда все, да? Заглатывал, потом в заворот какой-то кишок там случался вечером, мне было плохо. И вот я помню маму, что они были в разъездах, она торговала, привозила. Помню вот эти сумки, в которых я забирался. Понимаете, да, авоськи? Ну, не авоськи, а как челноки, эти сумки. Помню очень интересную историю. Я ее помню смутно, мама ее рассказывает. Не многие из вас, а может помните, были такие носки разноцветные, по 10 штук, в пачке заделанной такими железячками, железными скобками. Помните, да? Для детей. Вот такая Микки Маусики там это, все-все-все. Ну и вот, и мама привезла эту партию. Они так пахли вкусно. Ну, вот свежим, 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 рыночным, таким свежим каким-то запахом. И она меня оставила. Мне было три года где-то. Сама ушла куда-то. А я был дома. Ну и что? Эти носки, которых было очень много, ну что вот, они закреплены вот так. Ну, я начал все их раскреплять. Это не порядок, что они закреплены. И начал все их, это, такой апофеоз носков был, когда мама пришла разных совершенно. А завтра надо выходить на точку продавать. А вот тут такой апофеоз носков. Мама не поскупилась в выражениях. Она сказала, это был полный. Далее попикали. Она мне это потом уже рассказала. Я не знал, что делать. Ну, мама, мне человек достаточно несентиментальный. Ну, что делать? Ну, раз такая проблема, ну, это беда. Можно так сказать. Я вот помню, что я их, по-моему, в них еще уснул. Мне кажется, я был как вишенка на этом торте. И я снял вот этот вот, снял вот этот вот какой-то несколько напряженный момент в этом. Своим вот этим милым, вот этим своим милым, да, милым лицом. Да, меня все путали с девочкой. Ой, какая у вас прекрасная девочка. У меня еще были волосы длинные. Тогда было модно, а маме безумно нравилось. Эти волосы, а меня бесило, что кто-то там меня так называл, а сказать не мог. Ну, это уже мои какие-то проблемы внутренние. Потом, когда я поступил, уже куда я поступил? Ну, в колледж там. Постепенно все волосы отвалились. Ну, как бы по моей жизни куда-то ушли. Да, и вот к театральному институту их было больше. Тут в Москве уже как-то так. Да. Вот об этом в книге не написано. Понимаете? Об этом и не надо писать, да? Это вот я рассказал про маму. Сейчас я быстро расскажу, потом я буду блог петь. Чтобы это... Папа. Папа у меня Афган. Пришел с Афгана, с контузией. С папой мы почти так вот общаемся, но есть у нас Фейсбук. Немного мы общаемся. Это моя болевая точка, и этим все сказано. Вот все. Тут уж ничего не... Я всем желаю, чтобы у всех были полные семьи. Да. И что самое главное, я понял, я хочу вам предельно откровенную, что когда человек умирает или не умирает, это не важно. Потому что вот эту связь можно чувствовать и не видеть человека вблизи. У меня есть друзья, которых я не вижу по два года, по три, по четыре из Екатеринбурга. Они приезжают сюда, мы сразу на одной волне. Мы сразу. Мы не терялись. Для меня это катализатор того, что все идет, что я с человеком вместе, в одной упряжке. А когда человек из твоей жизни уходит, знак равенства умирает для меня. Неважно, умер он или нет. Вот есть человек, а как будто его и нет. Как будто его нет. Вот мама и папа были отдельно, а я воспитывался и жил до моего отъезда в квартире у моих бабушек и дедушек. По линии папы. Они у меня академики. Дед заслуженный юрист России. Это почти как заслуженный народный артист, только юрист. Народного юриста, к сожалению, нет. Но он давно народный. Дай бог ему здоровья и бабушки. А бабушка полковник милиции. Да, это гремучая смесь. На самом деле это итальянские страсти. Это то, что я там... Какие-то актерские мои приспособления и интонации. Это все и от бабушки, и от дедушки. Потому что они оба взрывные. Ну, дед такого ширвендовского плана. Он может тихонечко сказать так, что бабушка вот так будет у бабушки. А он может тихонечко совершенно сказать. Они два разных полюса, и, видимо, поэтому они вместе. Почти 50, наверное, 5 лет они вместе. Это нереально. Да. Да. И дед у меня пишет книги всегда. Ну, вот пишет он юрист, и ему положено писать книги. У него порядка, наверное, там 40 книг. И когда я видел, что он пишет книги, ну, у меня ведь совершенно... Ну, тоже хочу. И я говорю сейчас не про это. И где-то в 15 лет я написал первую книгу «Музыкальная литература в таблицах». Это учебник. 15 лет он был. Я его собрал и отослал в издательство «Феникс». Там же, где печатали моего деда, профессора. Ну, я отослал на этот. И все, и забыл. Ну, что там, в интернете сидел. У меня все время были гаммы бесконечные, которые я пиликал. Я занимался учебой. Задротнической учебой, если так говорить. Я получал золотую медаль. На нее шел. И в какой-то момент мне прислали это письмо. Денис, нам очень понравилась ваша заявка. А это была заявка на книгу. Ну, чтобы написать полноценно, надо чуть-чуть написать. Как бы такой кусочек. Это было где-то страниц, ну, может, там, 45. Они говорят, Денис, нам очень понравилось. Давайте работать. Ну, как вот с этим было. За три дня, за неделю я делаю книгу. 250 страниц. Я ее, этот, высылаю им. Все замечательно. Мы вам сегодня позвоним. Домой. Мне звонят на домашний номер. Дед берет. Алле. Игорь, это Денис Андреевич. Здравствуйте. А, вам надо, это, Деню позвать. Деня! Деня, трясучейся рукой, берет трубку. Алле. Алле. Пытается сделать голос ниже. Потому что ему 15 лет. Это очень смешно. И там, конечно, у редактора вот такие глаза. Шок. Вышлите паспорт родителей. Они сказали, потому что это был шок. Выслали паспортные данные. Надо ведь деньги было оформлять. Я получил за книжку деньги. Получается. Все через... Мне дали потом уже сберкнижку свою. Оказывается, сберкнижку можно заводить пораньше. А вот счет надо только с 18 лет. Все деньги приходили деду. Он их отдавал, соответственно. И книгу проволокить или год. Но они не знали, что делать. Было несколько редакционных советов. Что делать? Давайте уж подождем. Может, мы же там в 16-м. Надо... Как это? Как в браке. Надо подождать. Надо проверить ваши чувства. Но в итоге они проволокители год. И издали эту книгу. И она была издана семью тиражами. И в этом году вышла ее переиздань. Ну, в обновленной версии. Восьмого года. Вместе с авторством. Уже мне не было времени писать книгу. И мне предложили соавтора, который эту книгу собрала. Ольга Костюкова. Известный музыковед Ростова-на-Дому. И она вышла. И она снова стала бестселлером музыкальных школ. Это... Нет, весь я не умру. Книга будет. Да. Давайте петь. Бывают моменты такие, Что хочется вспомнить былое. Где были совсем молодые, Где сердце не просит покоя. Застывшая жизнь фотографий Вернет в то далекое время, Где ты пока только мечтатель. Тиме все распахнуты двери. Пускай все это повторится И запоет опять душа. Вовек не смогут позабыться Шальные школьные года. Они промчались в веренье цели, Но в моем сердце навсегда. Родные солнечные лица, Друзей из детства. Все выросли, стали мы старше. В душе мы по-прежнему дети. Не терпим обману, Не терпим обману и фальши, За многих теперь мы в ответе. Куда бы судьба не бросала, Есть в жизни надежные средства. Альбом фотокарточек старых. Кто-то уже начал падать, да? Окно наше юное детство. Пускай все это повторится И запоет опять душа. Вовек не смогут позабыться Шальные школьные года. Они промчались в веренице, Но в моем сердце навсегда. Родные солнечные лица, Друзей из детства. Родные солнечные лица, Друзей из детства. Я сегодня буду и петь, Вот я сейчас наговорился, Конечно, петь тяжело, Говорить петь тяжело, Но я постараюсь сейчас то, Что я хочу прочитать вам прочесть, Потому что все-таки это презентация книги, А потом я, конечно, и буду петь, Потому что когда читаешь и поешь, Это трудно. Я хочу прочесть вам главу, Тут будут всего три главы, Я прочту, не бойтесь. Денис плюс Даша равняется первая песня. Мне часто задают вопрос, С какого возраста я начал писать песни. Вот так, чтобы музыку и слова с 12 лет. В 12 я впервые влюбился. Чувство, которое охватило меня тогда, Я до сих пор пытаюсь ощутить снова, Хочу его заново пережить. Вот эти волнующие ощущения, Всепоглощающего счастья, Но, увы и ах, они и на то и первые, И неповторимые, эти чувства. До 12 лет я пробовал сочинять музыку на чужие стихи. Я брал с книжной полки, Слушайте, какой-нибудь поэтический сборник, Разворачивал его наугад, Ставил на пюпитер фортепиано, И в режиме реального времени сочинял мелодии к стихам. Кость, привет. Где-то в семейном архиве хранятся магнитофонные кассеты, На которые я записывал свои первые опусы, Но вернемся к первой влюбленности. Нет, я хочу назвать это первой настоящей любовью. Она была старше меня на один год. Жила в Москве. История про памятник, помните? И приезжала к нам в Екатеринбург Только на летние каникулы к бабушке. Ее звали Даша. Даша была прекрасной феей из Москвы. Мне было 12, ей 13, соответственно. Я в круг ее девчоночек интересов не входил никоим образом. Ее интересовали парни постарше. Посреди нашего двора было большое импровизированное футбольное поле, Где пацаны с утра до позднего вечера гоняли футбол. Я никогда не интересовался этим видом спорта И смотрел на массу, перебегающую из одной части поля в другое, Как на сборище тубоголовых идиотов. Сейчас я готов раскаяться в таком пренебрежительном отношении к пацанам, Но тогда я был впервые объят ревностью. Даша, моя первая любовь, Надев все лучшее из того, что она привезла из своего столичного гардероба, Выходила из своего подъезда в сопровождении верных подружек И плыла. Да, именно плыла, Рассекая волны через весь двор к футбольному полю, Где, срывая голос и напрягая свои рельефные мышцы, В футбольном поединке играл он. Я не помню, как его звали. Нет, вспомню. Рома. Да, Рома. Я это имя тогда возненавидел. Ром тут нет у нас? Рома был капитаном команды. Лидером, божаком стаи, кумиром всех девчонок двора. Ему было 14. Мои глаза застилали слезы, когда я видел, как Даша смеется и скандирует и его имя во время футбольной игры. Я не мог видеть, как она улыбается. Я смотрел на ее красивые губы, произносящие Рома. И плакал, стоя в густах густого шепотника. Я решил вытеснить Дашу из своей головы. Да и обстоятельства мне помогли в этом. Начался сентябрь, учеба в лицее. Незаметно пролетел год, и снова наступили летние каникулы. Я знал, что она должна приехать из Москвы со дня на день. Она всегда приезжает в начале июня. Я ждал ее всем сердцем. Сердцем переполненной гремучей смесью любви, ревности и обиды. И она приехала. Я себя повел тогда очень странно. Мне было 13 лет, и я прошу меня простить. Такой выпад переходного возраста. Когда приехала Даша, появилась в нашем дворе. Я был дома. Сидел на полу своего балкона. Второй этаж. И через узенькую щель в деревянной обшивке с высоты второго этажа смотрел на нее. Повзрослевшую, с округлившимися женскими формами, смеющуюся, обнимающую поочередно каждого из своих уральских друзей, которые не видели ее целый год. Я сидел на бетонном балу, балконе, чувствовал внизу живота такое странное и приятное ощущение. Я смаковал этот момент. Я ощущал всеми порами, что Даша ищет меня глазами. Что она хочет узнать, а где же ты мне? Моя лучшая подруга Катя, живущая со мной в одном подъезде, зашла ко мне вечером и спросила, а почему ты не выходил-то? Мы у тебя кричали. Я соврал, что занимался на фортепиано. Очень много задлинно лет, надо сидеть за инструментом, разучивать. Пока говорил всю эту билиберду, в моем мозгу возникла идея, и сразу же вырвалась стинглав на рушу. Катя сказала ей своей подруге, а Даша спрашивала что-нибудь про меня. Где я там? Что я? Катя ответила, да нет, вроде ничего не помню такого. Так вот, продолжал я краснее и горячее все больше. Если она вдруг спросит, где я, ты скажи, что я умер. Да, так скажи, что я недавно взял и умер. Катя не повела брови, и тихо ответил, хорошо. Урал, вы чувствуете, урал. Катя не выговаривала букву «Р». Это слово «хорошо», произнесенное ей, звучало еще более ласково и доверительно. Я попрощался с Катей, закрыл дверь, лег на свою постель, пытаясь заснуть, но это волнующе, хорошо, не переставало крутиться в моей голове. Я не помню, что было дальше. В моей памяти не сохранилось воспоминания о том, как Даша отреагировала на извести о моей мнимой смерти. Мне очень хотелось, чтобы она почувствовала весь груз этой потери. Она должна была оплакивать мой уход долго и носить положенный траур. Я представлял, что я ее муж, который скоропостижно скончался, оставив ее одну-одинешеньку. Мне было тогда 13 лет. И так безудержно и сильно никогда больше не любил. Чтобы снизить мелодраматический пафос моего повествования, я хочу прикрепить ту самую первую написанную для Даши песню. Она называется «Любовный манифест». Почему манифест? Не знаю. Слово красивое. Наверное, впервые тогда услышал его, да и приплел для красоты слога. Тогда я впервые сочинил одновременные тексты музыку. Я пел эту песню всем своим друзьям во дворе, их родителям. Пел с огромной болью, пел и плакал. С ясным пониманием того, о чем пою. И мне становилось легче на душе. Я справлялся с разрушавшей меня изнутри ревностью и освобождался от нее с помощью песни. А песня еще не раз меня в жизни спасет и освободит от негативной энергии. Но тогда я пел и смотрел, как Даша смеется. Как кричит вслед летящему в ворота мечу. «Рома! Рома! Ура! Гол!» Рома потом поступил в Суворовское училище и больше не появлялся в нашем дворе. Помню, что я был рад несказанно этому известию. Даша живет и работает в Москве по сей день. Я волей судьбы тоже оказался в столице. Мы как-то встречались. Она приходила на мои спектакли. Даша такая же прекрасная и недостижимая. Такая же, как 13 лет назад. Друзья, вот эта голова такая. Представляете? Вот так вот. А песню «Любовный манифест» надо зачитать. Ее, конечно, надо только читать в сторону. Два капитана в центре двора. Команду выбирают. Бог с ним, что нет рифмы. Есть эмоции. Тебе пора. Из подъезда ты выходишь. Направляешься к нему. К лидеру команды-чемпиону. К нему одному. Любовь вам преодолима. Любовь... Тут слезы текут. Вы еще представьте это. Вы неотделимы. Слова те, что ты ему говорила. Слова, которые тебе он говорил. Слова, что я не могу это читать без слезы. Счет 3-0. Ну, теперь я смеюсь, сплачу от смеха. На первых минутах матча. Так, дайте еще раз. Это важное, важное четверостише. Счет 3-0. На первых минутах матча. Вот пароль вашего счастья. Ты смотришь на него и на мяч, который летит. В сердце держишь ты его одного. А душа к мячу молчит. Третий куплет судьбоносный. Кульминация. Разошлись все по домам. Только вы остались. И мурашки по плечам быстро разбежались. Ты помахала ему рукой. И вошла в свой подъезд. Вот тут надо как-то сейчас к манифесту выплыть. Думаю я. И пошло все чередой. Как любовный манифест. Это была моя первая песня. Я ее пел всем. Представляете, акапелла. Было 12 лет, да. Это была любовь вам преодолима. Любовь вы неотделимы. Слова те, что ты ему говорила. Слова, которые тебе он говорил. И еще надо было раз это спит. Нет. Представляете? Какой ужас. На самом деле, вот разрыв между более адекватными песнями и вот этой невелик. Не знаю. Те, которые я считаю адекватными. Хочу поправить. И вот песню «Кто я» я тогда написал, она была написана в 2008 году. Мне было сколько? 15. 15. Ну вот считай, 3 года. Вот после этой песни я себе сказал, да, Денис, лучше этого ты не напишешь. КОНЕМОЙ 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 Белый, ретивый, пыль летит в спины, дом мой. Реки, равнины, горы, долины, сон мой. Злые картины пошлого мира, Бог твой. Дальше мне силы, невыносимо, больно. Смотри, звезды на небе, С вершин каждому свете. Задай вопрос и ответьи, Тебе звезда твоя. Один ты только услышишь Слова, сошедшие свыше. И станет далеко и ближе В нем смысл бытия. Друг мой, ты не оставишь, Ты грудью прикроешь. Враг мой, ты время теряешь, Об гроб не загонишь. Свет мой, ты меня встретишь, Ты счастье не скроешь. Кто я? Кто мне ответит? Тебе звезды на небе, Свершин каждому свете. Задай вопрос и ответит, Тебе звезда твоя. Один ты только услышишь Слова, сошедшие свыше. И станет далеко и ближе В нем смысл бытия. Спасибо. Это был первый диск, который я записал, это был в 2011 году. Ну, как там, сами на коленках. У меня есть мой верный друг, товарищ Петя, Петр Акимов, для меня просто Петя. Он режиссер и он занимался дизайном. Все вот эти обложки, ну, это все было дома сделано, на принтере. Выбирали эту обложку, там было 11 песен, избранные, так сказать, на тот период времени. Да, и этот альбом назывался «Кто я?». Ну, и вот считайте, 2011 год я закончил колледж свой, в который я поступил в 2000 году. Мне повезло, я вошел туда в 2000 году и вышел в 2011 году. Я учился в школе 11, в которой потом сначала был лицей, музыкальная школа, а потом стал колледжем. В одном здании все. Я, получается, учился музыке. У нас было, допустим, 4 урока музыки, потом русский. Все чередовалось по 8 уроков в день. Мы занимались и русским, и общеобразовательными, и музыкальными. Были самые лучшие педагоги, наверное, которые были в Екатеринбурге. Были, я подчеркнул. Многие уже там не работают, и они были в возрасте. Туда попасть было очень трудно. Я был в садике, да, 6 лет. И педагог по музыкальному моему образованию, я помню, я пел песню. Вдоль по дорожке шел щенок Тимошка. Увидал Тимошка на дороге кошку. И залаял весело. Рад знакомству, рад. Вместе поиграем, побежали в сад. Зашипела кошка. Такая типичная мужская и женская история. Отошла немножко. Прыгнув, и с разбегу бросилась на щенка Тимошку. Бедный щенок. Видимо, собачьего не знала языка. Тоб тогда не бросилась на бедного щенка. Такая вот песня. Я ее пел. А сзади были две девочки бедные. Они не хотели. Я-то, ну что, солист на первом плане. Девчонки в ансамбле. Одна в какой-то меховой, из перешитой мамы шапки, как бы, такая крупная девчонка Настя, изображает щенка. Щенка. А девочка изображает эту кошку. Нет, наоборот. Настя была кошкой. А девочка... Настя была полненькая. А худенькая, не помню, как ее зовут, она изображала... У них была там пантомима. Такая борьба на найских мальчиков. Сзади. И они там дрались. Вот так сказать. А я на первом плане пел, пел, ну и просто так, в каком-то костюмчике. Это все делал. И учительница сказала моему деду, вам надо его обязательно отдать в хоровой колледж. Вот сделайте все, туда не попасть. А туда надо было попасть только по блату. Все было занято. Ну, как и везде сейчас. В Екатеринбурге полно мест, но это находится в самом центре. Это исторический особняк, даже со своей церковью. Там был раньше особняк купца, и при нем у него умер когда-то сын, в начале двадцатого века, в конце девятнадцатого. И он сделал домовую церковь у себя. Вот. И у него был огромный зал, который он сделал для себя и для учеников, которые... Там была раньше гимназия еще потом. Он занимал часть, а была гимназия для каких-то, ну, детей, не знаю, там, одаренных или каких-то. Я учился в мужском хоровом колледже, там были одни пацаны. Да. С самого начала мы были. В классе у меня сначала был двадцать один человек. К концу нашего обучения, через десять, там, одиннадцать лет, нас было из старожилов восемь. Представьте, какая там была... Текучка. Нет, даже не текучка, там уходили. А целый. Люди уходили или их удаляли. Просто. Там была очень напряженная вот эта вся история в плане... Это было трудно поднять. Да и зачем, если у человека нет предрасположенности к музыке, зачем его насильно мучить? Ты вот сейчас идешь на музыку, а потом ты математику, а потом на сольфеджио. Ну, вот. Мне это все безумно нравилось. Конечно, из-за педагогов, которые там были. И, например, я закончил этот колледж, у меня была эта золотая медаль тут на груди. И это очень смешно, конечно. Она вот где-то сейчас лежит у меня. Она ничего, к сожалению, не дает. Ничего. Да. И вот я хочу вам прочесть одну главку. Больше ничего не буду читать отсюда. О том, как я поступал. Да? Да. Я поступал... Два варианта было. Да? Театральный институт. Консерватория. Когда мне... Моя педагог по музыке... А я был таким... Очень странно выглядел. Я был, во-первых, почти 100 кило. Ну, из-за роста это не видно, но такая задница огромная. Как мне говорил дед, надо, чтобы... Это... Чайковский, по-моему, говорил. По-треорит, что, чтобы чего-то добиться, надо там иметь чугунную задницу. Вот у меня была такая. Я играл эти гаммы по 6 часов. Вытираю. У меня была тряпка для пота. Я вытирал ее. И снова эти наяривал гаммы. Потому что мне надо было быть... Все... Ну, это соревнования. Спортсмены знают. Это определенные соревнования. А! Пальцы не так бегают. День не позанимался. Уже бегают не с той интенсивностью. И не с той подвижностью. Я вот сидел и занимался вот этим. Так, к чему я это рассказывал? Подождите. Забыл. Поступление. Поступление. Да. Это теги. Хэштег. Чугунная задница. Денис, чугунная задница. Мне может было так назвать. Правда? Да. Я поступал. И когда моя учительница... Ну, надо же понять, куда ты поступаешь. Там Денис. Ну, наверное, там куда-то. Юридический. Дед был. На самом деле хотел, чтобы я пошел юридический. Он даже написал за меня уже кандидатскую. Он сказал. Да. Вы не смейтесь. Это действительно так. Это его была мечта. Ты пойдешь юридический. Я там сидел, играл гаммы. А на кухне бабушка с дедом говорили. Вот ты представляешь, ее расчленили. Вот так. Семь на живых раненьях. Да. И они... Они вот как бы... Для них это была как бы их... Как-то их вот этот трек по вселенным. Я это слушать просто не мог. Гаммы наяриваю сильнее и сильнее, чтобы это просто... Чтобы это просто не слушать. И... Да, да. Все нормально. И... И... Семь на живых раненьях. Очень робко. Ну, потому что мне... Кто-то сказал, тебя окутает бес. Ты попадешь в лапы беса. Одна часть. А вторая говорит, да ты что с твоим ЕГЭ? Ты должен идти на шурфак. Мои юридические. Я говорю, нет, я пойду в театральный. Ну, либо консерватория. Мог не поступить. И вот про... Маленькая главка про вот эту историю. После окончания Свердловского мужского хорового колледжа я вводил документы в Екатеринбургский государственный театральный институт. Помню, как пришел в штаб приемной комиссии на улице Вайнера 2. Выложил на стол красный аттестат, красный диплом пианиста и золотую медаль за отличные успехи в учебе. Студент, подрабатывающий приемки, тогда это был Макс Габула, Покрутил пальцем у виска и посоветовал мне пройти, ну, с таким вот багажом более престижный вуз. Технический, там, финанс, юридический, ну, никак не в театральный. Я его слушать не стал, подал документы на кафедру музыкального театра. Тут, конечно, должен аккорд какой-то раздаться в моей жизни точно. И ждал, когда начнутся вступительные испытания. Для подстраховки я отнес документы в Уральскую консерваторию на факультет композиции. Композиции, композитор. Понимаете, да? Я же сочиняю песни, значит, я композитор. К тому же и слова сам пишу, почему не попробую. Атмосфера в консерватории отличалась от внутренней жизни театрального института. В ЕГТИ театрально чувствовалась легкая беспечность, постоянно непрекращающаяся игра, импровизация во всем. С первых минут пребывания в консерватории я почувствовал строгость, застегнутую на все пуговицы. Я нашел дверь кабинета, на котором было написано «Кафедра композиции». Зашел внутрь. Первое, что мне бросилось в глаза, это огромный на полстены портрет Иоганна Севастьяна Баха, взиравшего на меня из-под логи. «Молодой человек, вы поступаете на композицию?» – спросили меня. «Да, все верно», – нерешительно ответил я. «Хорошо, вы можете положить свои сочинения на стол». Обратилась ко мне миловидная женщина, как я узнал уже позже, это известный уральский композитор. Я подошел к столу, за которым уже сидели две девочки, тоже абитуренки. Мне сначала показалось, что они двойняшки. Они были абсолютно одинаковые, черные волосы, затянутые в скромные хвостики, огромные очки, закрывающие их лица и постоянно находящиеся в движении пальцев, и стукивающие синхронно какой-то едва различимый ритм. Перед абитуренками лежали две толстенные папки. Я потом понял, что это папки с их сочинениями. В этих двух кипах партитур были написаны ими симфонии, наброски опер, этюды, сонаты, рапсодии и многое другое. Я, в свою очередь, гордо положил рядом с двумя папками свой диск с песнями. — Что это? — спросила все та же дама, постепенно терявшая в моих глазах свою миловидность. — Это мои песни, мои сочинения, — ответил я, запинаясь. — Молодой человек, вы в своем уме? — Вы смеетесь над нами? Подключились другие члены кафедры, также принимавшие вступительный экзамен и сидевшие в кабинете умудренными старцами. — Я не думал над вами смеяться. Это мои песни, я их сам сочинил. — Хотите, спою? И тут я был перебит вопросом, который до сих пор меня бросает в холодный пот. — Где ваши ноты? — Что? — переспросил я. — Где ноты ваших песен? — повторили мне экзаменаторы. Я ответил, что не записываю песню нотами, играю их сразу на фортепиано, пишу одновременные слова, и музыку еще много бесполезных слов было у меня тогда сказано. Комиссия слушала меня без интереса. Я понял, что поступить на композитора мне не удастся. — Да не очень-то хотелось. Это был мой запасной вариант на случай, если я не поступлю в театральный. Я закончил свой беспомощный оправдательный монолог, сел на стул, смотря в глаза в глаза Иоганну Себастьяновичу, бах, висевшего на стене. На секунду мне показалось, что бах, презрительно фыркнул на меня. — Молодой человек, мы вас не смеем задерживать. Вот Бог, вот порог. Услышал я, возвращаясь в реальность. И сонма мысли переживали. Вот это было страшно. А больше в консерваторию я не заходил. Услышал я, возвращаясь в реальность. И подойдут в самый раз. Ты стала серьезней, тебе не к лицу. А помнишь, однажды ты сказала отцу, Во мне батарейка, папа, на тысячу лет. Душа моя, змейка, слова пистолет. Полегче, попроще, Серьезно видно сделает старше толще. Если вдруг печаль в тебе попросится в гости, Ее не пускай. Полегче, попроще, Ты нос не опуская, улыбайся побольше. И помни, что серьезно видно сделает толще. И не унывай, ты стала серьезней. Ты в образ вошла, И вдруг наконец-то Меня поняла Свободную душу. Нельзя под серьезностью скрыть. Ее образ не нужен. Без образа можно прожить. Эй! Полегче, попроще, Серьезно видно сделает старше толще. Если вдруг печаль в тебе попросится в гости, Ее не пускай. Полегче, попроще, Ты нос не опуская, улыбайся побольше. И помни, что серьезно видно сделает толще. Не унывай, Не унывай, Не унывай, Не унывай, Не унывай, Не унывай. Сюда. Так, я что-то сел опять, да? И инстинктивно сюда сажусь. Сейчас я спою еще, вам жарко. Нормально, ребята? Нормально? Вы говорите еще. Вот после таких смешных каких-то эпизодов, да? Таких серьезных песен, это что-то не ложатся. Во втором отделении будут только песни. Знайте это. Просто. Любовь не купишь, не купишь любовь, Когда ты полюбишь, обжигаешься вновь. Красивые лица, а внутри пустота, И ночью не спится, а на утро пока. Везде правят деньги, деньги правят везде, С бриллиантами серьги, золотые колье. Зачем покупаешь, лишь известно тебе, И не удивляйся старухе судьбе. Запах абсента, времени лента, Мы ставим акценты на губах. Чувства бесценны, но доллары-центы Я снова сжимаю в своих руках. Запах абсента, времени лента, Я ставлю акценты на губах. Чувства бесценны, но доллары-центы Я снова сжимаю в своих руках. А кто же ждет мести, тот безвольный совсем, Лишается чести в миллионе проблем. На скорости двести он бежит от себя, Ушла из-под ног земля. Любовь ведь не купишь, не купишь любовь, Когда ты полюбишь, обжигаешься вновь. Красивые лица, а внутри пустота, И ночью не спится, а на утро пока. Запах абсента, времени лента, Мы ставим акценты на губах. Чувства бесценны, но доллары-центы Я снова сжимаю в своих руках. Запах абсента, времени лента, Я ставлю акценты на губах. Чувства бесценны, но доллары-центы Я снова сжимаю в своих руках. Запах абсента, времени лента, Мы ставим акценты на губах. Чувства бесценны, но доллары-центы Мы снова сжимаем в своих руках. Я снова сжимаю в своих руках. Чёрно-белая открытка Жду тебя в Петербург, И ещё одна попытка С тобой встретиться вдруг. Я на Невском ищу в пешеходах Сердцу милые мне черты. Я дождусь это время года, То, в котором сойдутся мосты. И я закружу тебя в объятьях. Я плащ наброшу поверх платья. Время на миг остановит свой бег. Ты под дождём споёшь мне песню, Ты знаешь, что мы будем вместе, Главный, любимый, родной человек. Субтитры создавал DimaTorzok И я закружу тебя в объятьях. Я плащ наброшу поверх платья. Время на миг остановит свой бег. Ты под дождём споёшь мне песню, Ты знаешь, что мы будем вместе, Главный, любимый, родной человек. Главный, любимый. Ты рано делаешь выводы, В начале неясен итог. Нас видели вместе счастливыми, Хотели понять между строк. Чужими казаться пытаемся, Не верят нашей игре. Нам нужно в притворстве покатиться, И всё предоставить судьбе. Хочется обнять тебя и не говорить, Жизнь не торопить, просто рядом быть, Каждую секунду быть любимым и любить. Радость и печаль на двоих делить, На двоих делить. Распиты вчерашние комплексы, Чугунные кандалы. Мы вместе парим в невесомости, В глазах удивленной толпы. Под масками чувства скрывали мы, Зачем смешно вспоминать? Слезою дочку поставили, Чтоб заново всё начать. Мне хочется обнять тебя и не говорить, Жизнь не торопить, просто рядом быть, Каждую секунду быть любимым и любить. Радость и печаль на двоих делить, На двоих делить. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОДАЛЬСКИ Продолжение следует Таких, наверное, миллионы Кто хочет жить без помощи врачей Ладонь согреет сигарета Такая странная диета Растопит тело сонная тоска Я собираю по кусочкам любви Несчедрые гладочки Сплетая сети, как у паука Быть может, попадешься в них навеки Быть может, будут пареньками дети Быть может, твоя мама Любится в меня Быть может, я избавлюсь от торшера Быть может, и ко мне вернется вера Что все начнем мы с чистого листа Для вас я больше не советчик Забит теплом автоответчик И каждый хочет как-то пожалеть Незаготовленные речи Ударами сознание лечат И прошлое пытаются стереть Ладонь согреет сигарета Такая странная диета Растопит тело сонная тоска Я собираю по кусочкам любви Несчедрые гладочки Сплетая сети, как у паука Быть может, попадешься в них навеки Быть может, будут пареньками дети Быть может, твоя мама Влюбиться в меня Быть может, я избавлюсь от торшера Быть может, и ко мне вернется вера Что все начнем мы Заберем делами Что все начнем мы Спасибо Сигнал повышенной температуры Друзья, это эпидроф Все увидели Ты... Подождите, я вас всех не заметил Слушайте Ты что ли из Польши прилетела? Слушайте, это... Это пани Ани С которой мы... Так, да Все нормально? Да Маме позвонил? Мы сегодня тут ночуем Как ты? Ну иди сюда Че ты там сидишь? Иди сюда! Сон Минор Это ступление Стрепление Стрепление Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Теперь нам не нужно быть сока, нам намного спокойнее, Русь. Кто-то вовремя крикнул громко, родная, ты да, Русь. Я породы не дикой ручной, Рождена была стать хорошей. Принимайте меня такой, принимайте меня такой. Что-то странное происходит, я уже три ночи не сплю, И душа покой не находит, неужели тебя люблю? Все капканы твои я видел, и решил поддаться судьбе. Я спектакль играл, аплодировал зритель моей лживой, красивой игре. Доигрался мальчик, все границы перешел, правила нарушил. Что же будет дальше, ну когда же ты поймешь, Что ты ей, как воздух, нужен? В океане фальши сам себя ты потерял, А ведь был таким хорошим. Доигрался мальчик, ты овации сорвал, Без нее дышать не можешь. Что-то важное происходит, Этот мир раскрасился вдруг. Я вернулся к любимой работе, Стал добрее, заметил мой друг. Все капканы твои я видел, И не зря поддался судьбе. Все заранее знал, проницательный зритель, И поверил мне и тебе. Доигрался мальчик, все границы перешел, Правила нарушил. Что же будет дальше, ну когда же ты поймешь, Что ты ей, как воздух, нужен? В океане фальши сам себя ты потерял, А ведь был таким хорошим. Доигрался мальчик, три овации сорвал, Без нее дышать не можешь. Закройте занавес, хочу побыть один, Водил я за нос вас, Рисуя этот мир, закройте занавес, И покосите свет. Я вас обманывал, а правда, мой секрет. Сейчас прозвучат песни, В том числе та, которая прозвучала. Достаточно давнишние, Но я их впервые пою. Именно поэтому так не уверена. Ты играешь мной, ты это понимаешь, Причиняешь боль, но все же продолжаешь. Ты знаешь, я не дал тебе сдачи, Я все выслушаю, я не заплачу. Тогда ответь мне, что же я значу, Что значу для тебя. Разговор пустой, нити мысли рвутся, Тяжело с тобой, хочется рвануться, Убежать и больше не соприкоснуться, Не боясь к тебе спиною развернуться. Но я боюсь, зачем я научился забывать, Что злюсь. Не бери так близко к сердцу, Наша жизнь, как сливки с перцем. Если сливок больше перца, Это сон, мой милый друг. Не бери так близко к сердцу, Не палач ты и не жертва. Если перца больше сливок, Все в порядке. Very good. Извинение река с головою накроет, До свидания пока. В теле дрожь остановит, знаю наверняка, Все опять повторится. Мне неделю не спится, Мне вторую не спится. Несмотря ни на что, Я любить тебя буду. Вот и солнце взошло, Все плохое забуду. Этот груст на плечах, Не таскай понапрасну. Жизнь и вправду прекрасна, Так ужасно прекрасна. Не бери так близко к сердцу, Наша жизнь, как сливки с перцем. Если сливок больше перца, Это сон, мой милый друг. Не бери так близко к сердцу, Если перца больше сливок, Все в порядке. Very good. Все лето в душном офисе, Сидишь, как в заточении. Хотела к черту бросить все, Но скоро день рождения, А платье не дешевое, И спонсора все нет. Как оторваться в городе, Спросила мой совет. Вот визитка, знают все Друзья-подруги, Позвонили и избавились От скуки. Засновайтесь, кто заказывал Бешеные танцы, Чтобы круто оторваться нам, Не нужны финансы. Ты двиня вправо, двиня влево, Ну давай смелее, Что на сердце накипело, Забывай скорее. Ты ночью позвонила мне, Спросила я, что случилось. Кричала ты на веселье, Что заново родилась, И за спасительный совет, Меня благодарила. Когда же наступил рассвет, Ты обо всем забыла. Сознавайтесь, кто заказывал Бешеные танцы, Чтобы круто оторваться нам, Не нужны финансы. Двигай вправо, двигай влево, Ну давай смелее, Что на сердце накипело, Забывай скорее. Если офис, Дорогие друзья, Связывает руки, Этот номер Вас вылечит от скуки. 8-985-079-6699, Товар подлежит Обязательной сертификации. Сознавайтесь, кто заказывал Бешеные танцы, Чтобы круто оторваться нам, Не нужны финансы. Двигай вправо, двигай влево, Ну давай смелее, Что на сердце накипело, Забывай скорее. Зачем опять листаешь Ты модные журналы И смотришь на моделей, Напрасно слезы льешь. Ты мне давала слово, Клялась и обещала, Но вот почти неделю Ты воду только пьешь. Ты знаешь, как моделям этим трудно. Без тортика, Без булочки и салат, Им нужно на весах Стоять все сутки, Следить, чтобы нигде Не отвисало. Я не Аполлон и не Геркулес, Мне не важен рост, Мне не важен вес, Мне нужна лишь ты, Все к твоим ногам, Счастья и любви сотни килограмм. Повсюду в интернете Преследуют рекламы, Всего один советик, И нету килограмма. Не думал, что поверишь Всемирному обману, И теперь не ты худеешь, Худеет лишь карман. Ну кто тебе сказал Такую глупость? Ведь ты так невесома и стройна. Когда-то на земле Ценилась мудрость, Следили за количеством ума. Я не Аполлон и не Геркулес, Мне не важен рост, Мне не важен вес, Мне нужна лишь ты, Все к твоим ногам, Счастья и любви, Счастья и любви, Счастья и любви сотни килограмм. Сотни килограмм. Сотни килограмм. Ам. Еще две песни, друзья. И перейдем на антракт. Тот запах липы и листьев шорох Навеки в наших с тобой альбомах, Луна в бокалах, Чернила ночи, Бруснично-алых по коже почерк. В тот умут летний Нам нет возврата, Письмо в конверте Без адресата. О нашей встрече Не может быть речи, Мы обеспечим покой нашим сердцам, На ваши чувства Мне ответить нечем. И связь случайно Парам попал. Как мы страдали, Как в дикадансе, Вы мне писали, не отпирайтесь, Лишь в знак друг друга соединялись, И в свете утра Мы расставались. Тот запах липы И пленит сквозь время, И писем кипы Лишь от забвений. О нашей встрече Не может быть речи, Мы обеспечим покой нашим сердцам, На ваши чувства Мне ответить нечем. И связь случайно Парам попал. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты 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 А время нас не лечит, оно калечит нас Бессмысленные встречи каждый раз, каждый раз А что будет со мной, только Богу известно в суете мирской Не найду себе места, мне так хочется забыть все И остановиться, задуматься В этом городе мне стало немыслимо, тесно, я хотел все вернуть Но любовь не воскресла, и смогу ли я склеить разбитое сердце в будущее Зачем снимаешь кольца и рубишь с горячей? Да знаю, ты не можешь жить так больше, и мне так дальше жить нельзя А время нас не лечит, оно калечит нас Бессмысленные встречи каждый раз, каждый раз А что будет со мной, только Богу известно в суете мирской Не найду себе места, мне так хочется забыть все И остановиться, задуматься В этом городе мне стало немыслимо, тесно, я хотел все вернуть Но любовь не воскресла, и смогу ли я склеить разбитое сердце в будущее А что будет со мной, только Богу известно в суете мирской Не найду себе места, мне так хочется забыть все И остановиться В этом городе мне стало немыслимо, тесно, я хотел все вернуть Но любовь не воскресла, и смогу ли я склеить разбитое сердце в будущее Что будет в будущем, узнаем после Андракта Аплодисменты